Итак, здорово, ребятки! Сегодня мы будем вместе с вами обозревать просто-напросто самый большой завоз в истории моего магазина. Дело в том, что ко мне приехало за 20 килограмм игральных карт. А это, если что, за 200 килограмм. Я даже точное количество не знаю, сколько мне должно прийти. Но мы сейчас будем это все обозревать. Ну и, конечно же, я вам хочу рассказать грустную информацию. А именно, ровно с 29 числа и 7 дней я не смогу никак обработать заказы, которые будут созданы. Последний день до этого числа, до 29, когда я смогу отправить ваши заказы, это 28 число. Потом, к сожалению, просто физически не смогу 7 дней отправить и обработать заказы, потому что у меня просто не будет в Харькове. Поэтому вы не расстраивайтесь, если вы сделали заказ, и он будет обязательно обработан. Но это будет, к сожалению, минимум через неделю после 29 числа. Вот так вот. Это огромнейший перерыв в работе моего магазина. Каждый день куча заказов, и тут 7 дней не будет ничего обрабатываться. Поэтому, если вы оформили заказ, то вы не переживайте ни в коем случае. Он будет обработан, но чуть позже. Итак, давайте-ка начнем. Приехало нереально огромнейшее количество колод. И я вам сейчас покажу, что же это. Ну, конечно же, приехали вот такие вот байки. Давайте мы сейчас зафокусируемся. Все, я думаю, вы видите качество съемочки. Дымка прошла. То есть, это байки «Кто хотел? Пожалуйста». Также еще приехали вот такие вот талихошечки. То бишь, мы вот так берем сейчас, разрываем этот коробочек. Ох, талихо-серклбэк. Красный и синий. Опять же, кто хотел? Пожалуйста, милости прошу. Также еще приехали ко мне, ребята, вот такие вот комплекты комбинированные. Это нереально крутая вещь. В прошлом году было такое же. И ко мне приехало таких вот комплектиков целых аж 4 штуки. Я вам хочу сказать следующее. Я не знаю, какие здесь карты. В прошлом году точно такая же была акция. И я ухватил вроде как 2 комплекта. Но в этот раз я охранил и целых аж 4 комплекта. Шучу. На самом-то деле, было их 5. Но я случайно открыл и 5. Ну, сначала 5. Короче, мы сейчас будем вместе с вами это все смотреть. Что же тут за карты? Я не знаю, какие здесь карты. То есть, реально, максимум, что я успел посмотреть. Ну, то, что в окошках. Вот, ног, к примеру, вижу. Нок-аут. Вижу ног-спорт вот здесь вот. Это, 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 это. А, Сиклист, кажется, так называется. Короче, не суть. Но мы сейчас будем это все открывать. Еще расскажу. Суть вот этих вот коробочков. То, что я не знаю, какие здесь карты. Но давайте будем это все распаковывать и распечатывать. Кстати, я говорю, а может тут попасться. О, 2 подряд нокаут. Это очень круто. Одну я себе забираю. Потому что я не мечтал. Нок-аут. Прошу. Милости, прошу. Вот такая вот колода. Зафокусировались. Так, давайте еще поярче. Все, зашибись. Нок-аут. Далее. Сиклист. Гвардианс. Фаер. Байсикл. Трэджик. Ройалти. Зо. Аут. Три аут. Обалдеть. Эскейп мэп. Нок. Ну, тут как бы я буду быстренько все вам рассказывать. Ну, потому что реально. 200 колод. Представьте, это все перекладывать. Стримлайн. Две штуки. Эти вообще будут чуть ли не задаром. Поэтому милостью прошу по ссылочке в описании. Ну и опять же нок-аут. Обалдеть. Просто обалдеть. Я помню много, кто хотел купить нок-аут. Боже, сколько у меня их будет. Меня просили, типа, завези нок-аут. Потому что в прошлый раз ко мне пришло только две колоды. И сразу, моментально их забрали. Нок-спорт. Шедевральные розовые. Я ее себе заберу. Вы что, издеваетесь? Еще нок-аут. Обалдеть. Ладно. Ладно. Четыре нок-аута. Я одну забрал. Это у нас... Да неужто? Это байсикл. Но вроде как это 100% покер должны быть. То, что это ворлд покер, это я знаю. Но, возможно, это еще и 100% пластик. Ну, короче. Первый раз такое вижу. В руках. Держу. Байсикл Бросмайнд. Классная колода разрисованная. Американ Флэг. Пожалуйста. Стандарт. Стандарт. Как же без стандарта? Кстати говоря, вот многие спрашивали, какая разница. Какая разница между вот этими двумя стандартами. Я вам скажу так. Никакой. Кроме вот этой вот золотой обводки и все. Все дело в том, что вот эти вот, которые с золотой обводкой, насколько я знаю, они идут на экспорт. То бишь не для американского пользования, а в другие страны уходят. Вот эти вот, это чисто американские версии и вот такие вот дела. Это чисто вот американская колода для внутреннего пользования. Все. На этом можно закончить. Поехали дальше. Нок Бэль Ю. Опять Стримлайн. Ух. Сколько этих карт. Дрэгон Рэд. Ничего так. И Байсикл. Цинциннатио Гайю. Да ладно. Эта колода вроде как с двух, с трех, с четырех колод. Короче говоря. Или нет. Даже не знаю, что это за колода. Честно. Следующая. Нок Спорт. Нок Спорт вижу. Если у меня будет много Нок Спорт. У меня много Нок Спорт. Забираю салатовую себе в коллекцию. Так. Нок Спорт салатовая. Вот такая вот. Салатовая прям нереально крутая. Далее. Стримлайн. Еще стримлайн. Далее. Это у нас Теха Стар. Зашибись. Байсикл Эскейп Мэп. Кстати говоря. Давно и не было. Байс. По привычке. Нок Аут. Боже. Сколько же их. Нок Йелл. Йелл. Как хотели Йелл. Пожалуйста. Получайте. Оттум. Знаю такую колоду. Кока Кола даже сейчас будет. Флайнг Машин. Пожалуйста. Кока Кола. Зашибись. Так. Далее. Опять же. Сиклист. Но только это у нас красненькое. А есть еще и вроде как желтенькое. Но у нас синенькое попалось. И еще стримлайн. Так. Это пока то, что мы должны распечатать в конце видео. Боже мой. Сколько еще Кола. Это уже 7 минут почти видео. Ну да. Ну-ну-ну кошмар. Как я это все добавлять на сайт буду? Скажите мне. Как? Это просто я сегодня целую ночь буду. Вы что издеваетесь? Опять? Нок? Если что, здесь у нас качество Q1 Quality. Это типа нереально крутое качество. Это как виртуозу приблизительно. Обалдеть. Обалдеть. Сколько же у меня нокаут? Нок спорт. Сколько же у меня нок спорт? Флайнг Машин. Просто посмотрите, сколько их у меня. Кока-кола две колоды, если что. Даже не знаю, может я одну себе доставлю. Джек Дэниелс, кстати говоря. Fire is cool. Обалдеть. Я очень доволен. Потому что нокаут. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Куча попала. Куча просто. Куча нокаут. Теперь еще вот такие вот, опять же, нокаут. Нок, нок, нок. Я уже устал, честно, от этих ноков. Одни ноки. Ноки, ноки. Так, это я сейчас чуть позже покажу. Еще отсюда у нас идет вот еще нок спорт. Нок спорт. Это типа самые предпоследние на самом-то деле. Потому что у нас есть еще последние нок-аут white. Наоборот, нок-аут black. Толехошки. Это вот в таком вот комплекте шло. И еще вот такая вот нок спорт. Обалдеть. Обалдеть. Думал, я себе возьму, ну, такую зелененькую. На самом деле я хотел только одну розовую взять. А потом, когда увидел, сколько у меня еще зеленых, еще и вот этих вот сколько, я себе их забираю. Все, ничего я не знаю. Так, далее поехали. Вот с чего начать? Я не знаю, у меня глаза разбегаются. Мне сейчас плохо станет. Так, поехали дальше. Calavera. Calavera. Animal Kingdom. Так. Bicycle Shadow Masters. И Medicine Dealers Green. Йоу. Обалдеть. Не, ну, разве не круто? Так, дальше поехали. Следующие коробочечки. Стимпанк. Стимпанк. Я думаю, вы знаете такую колоду. Тайгердек. Вот такая вот хорошенькая. Так, далее что у нас? Шахматы. Вот такая вот колодочка у нас. Теперь еще шахматы красные от Иллюзионист. Вот так вот. Это, если что, Крис Рэмзи и Мэдисон. Даниэль Мэдисон. И Старгейзер. Так, дальше поехали. Вот такая вот колода. Востелэнд. Это нереально крутая колода от ребят из... Сейчас я вам скажу. Зафокусировались. Называется это King's Wild Project. Вроде так. По памяти, я думаю. Джексон Робинсон. King's Wild Project. Да, это ребята, которые сделали вот эту колоду. Еще кучу классных колод. Именно с классным дизайном. Будет на эту колоду обзор. Вы просто обалдеть. Теперь поехали. Давайте к Иллюзионисту. А, я забыл. Еще вот что пришло. Джек Дэниелс. Это еще с вот этих вот коробочков. С того пятого. Файер с того же коробочка. Отм. Прикольно. Это, кстати, колода. Вот это у нее такая рубашка. И еще у нас вроде с этого коробочка. Это вроде все, да? Я надеюсь, все же, все же. Ну, 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 думаю, да. С этого коробочка все. Теперь поехали. Иллюзионист. Блин. Вот такая вот SW Earthness Playing Cards. Это хотели, очень сильно хотели вот эту вот колоду. Так что, знаете, она будет. Вот такая вот Fox Target. Классная колода. Красивая, проработанная. Все дела. То, сё. Вот такая вот страшная D-Soul. Класс. Красивая, суперская. LTD Purple. Вот так вот. Теперь поехали. А вот такие вот красавцы. Lions White. И это у нас 2012 год. И это у нас вот такие вот пломбочки в цвет рубашки. Черная, красная, синяя. Супер. Теперь вот такая вот колода Revolution Playing Cards. Классная. Классная, красивая. Ага. Ещё SW Earthness. Ещё есть вот такая вот Prism колода. Которых было всего 1236 и 2000 всего было произведено. Класс. Expert Playing Cards Company. Вроде она напечатана. Legends. Шучу. Legends. Серьёзно. Legends Playing Cards. Далее. Вот такая вот колода. Короче, посмотрите, какая она крутая. Здесь вот такие вот орлы. И они переливаются. Это просто нереально. Это у нас что? Это у нас какие-то надписи. Очень крутая колода. Мне, например, понравилась. Теперь от Иллюзиониста. Ой, боже. Нужно спина болит. Вжжж. Пшш. Это комплекты Madison Confession. Четыре колоды. Невероятно крутых карт. Это у нас... Чё там у нас? Это у нас с чуваком. Это у нас Confession Helions. Сейчас я вам покажу, что это за комплект. Эти карты, короче, будут продаваться комплектом. Комплектом из четырёх колод. Получается... Вот хрен поймёшь, как эти карты все идут. Но тут в чём прикол. У нас открывается здесь, а надписи противоположны открытию. Жуть просто. Есть. Теперь вот это вот ещё. Так. Есть. Оно, да. И вот это вот ещё Saints. Всё. Четыре вот такие вот колоды будут продаваться. Это как один единый комплект колод от Мэдисона. Это у нас Helions. Это у нас... Вот это вот слово. Martyrs. Это у нас Confessions. И это у нас Saints. Это нереально классный комплект, который так и называется. Madison Confession. Несмотря на то, что колода называется Confession. И это нереально ценные карты. Прям вот очень ценные карты. И они так вот комплектиками будут продаваться. Раз, два, три, четыре. Ага. Так. Четыре. Раз, два, три. Теперь. Внимание. Нереально крутая редкость. И пока только один. Я надеюсь, потом ещё подъедет больше их будет. Мне спрашивают. Типа, Андрей, я хочу себе коробочек для коллекционирования карт. И это вот такой вот коробочек для коллекционирования карт от Illusionist. Вот такие вот скелетики. Вот такие вот здесь всякие рисуночки. И мы что делаем? Смотрите. И тут надпись Illusionist. Класс просто. На 15 колод, если что. То есть 15 колод сюда влазит просто на изище. Вот так вот. Раз. И они, получается, туда-сюда не ёрзают из-за вот этого вот пробелечка. Короче, зашибезный коробок. Но, зараза, дорогой. Поэтому. Так же ещё ко мне приехали вот такие вот штуки от Illusionist. Вот вы сейчас, возможно, подумаете. А что это за фигня такая? Что это за такие коробочки всякие распоцарапанные? Знаете, что это? А мы сейчас с вами посмотрим. Одну такую штучку распакуем. И я себе планировал одну такую штучку забрать. Короче, я не знаю. Это, походу, такая задумочка. Просто взяли вот так вот. Щик-щик-щик-щик-щик наждачечкой потерли. Ну, красиво выглядит. Та-дам! Та-дам! Честно, я даже не знаю, что тут за комплектация. Как оно тут выглядит. Что это такое вообще? Ооо! Это магнитик! Это магнитик! Магнитик-Иллюзионист! Вы нормальные вообще, ребят? Обалдеть! Вот это браслет! Вот это, я понимаю, браслет. Инстракшн. Так. Баттеры. Экстра-бамбикоз. О, 15 минут. Короче, так как из-за того, что я английский и знаю так себе, поэтому это я потом переведу. И я уверен, у нас будет отдельный обзор на этот шедевральный браслет. Сам браслет. Вот такой вот. Это от Иллюзионист. Он такой весь из резины сделанный. Что вам сказать? Серьезный такой. Почему же он пахнет? Ну точно уж не Китаем. Как тебе открыть, дорогой ты мой? А тебя типа не открываешь, да? А что он делает? Тут, короче, механизм какой-то. Тебе открыть как-то можно? А! Оказывается-то можно. В общем, вот так вот он выглядит. Иллюзионист. Берем. Ну так я надеюсь. А как должна надпись быть? Вот так вот или вот так? Так я могу любоваться. Так, когда рука опущена, все любуются. Но я не знаю. Ой, по размеру, да как? Да как он по размеру-то, а? Зашебезный. Но дорогущий, опять же, очень-очень сильно. А-а-а, как тебя закрыть? Не, ну если сам как бы его одеваешь, эта проблемка еще та. А вообще я не умею его сейчас открывать, закрывать. Я даже двумя руками. Не, могу двумя руками. А так рука не влезет. Ну, короче, тема прикольная. Я обязательно посмотрю, что это за батарейка. Но я чувствую, вот это вот уже мое. Вот прям я его уже себе возьму и заберу. Вот таком вот он Эллюзионист коробочки. Охренеть просто. Так ладно, короче, попоражались и хватит. Ну, значит, все. То этот мой, а вот эти три в Мугузин. В Мугузин. Так, далее, что там у нас? Просто посмотрите, сколько карт. Ой, сколько этих еще карт. А, давайте я вам еще вот эту тубу покажу. Короче, приехала, ребята, ко мне очень интересная и очень ценная вещь. Такого у меня еще никогда не было и будет впервые. Но ценная очень-очень вещь. Это, кто не понял, кто не понял, что это такое? Это неразрезанный лист бумаги Аркан Голд. Короче, такие на Эллюзионист продаются за 80 долларов. Неразрезанные листы. Нереальная редкость, так как это еще и Аркан Голд. Это не простые там, к примеру, вот такие вот неразрезанные листы обычной колоды. А сама по себе колода Аркан Голд, она стоит, ну, приблизительно под 100 долларов. А это еще и неразрезанный лист ее. Короче, ценная вещь. Всего-навсего одна штучка у меня такая появилась. Не знаю, появится ли в будущем такое, но пока только одна. Ну и цена на нее будет просто шедеврально. Ой, я уже устал, честно скажу я вам. Но! Мы не унываем и продолжаем далее. Вот такие вот карты. Что я вам? Открой, открой, открой. Это, если что, колода называется Squizers. И это со старого завода Огайо. В чем ее суть? В том, что она очень-очень как бы узенькая, то есть она тоненькая. Тоньше, нежели все карты, которые у нас сейчас идут. Вот, это сейчас можно увидеть, кстати говоря, хорошо. Хорошо, значит, со старого завода. И тут еще даже пломбочка, она уже масляничная такая стала. Ну, короче, одну я забираю себе. Ну, соответственно, одну отдаю в магазин. Давайте мы ее вот сюда швырнем. А один комплект я себе забираю, если что. Если что. Наверное, в этом видео открывать карты как бы не буду. Потому что реально тяжело мне уже. Хотя бы еще допоказывать то, что есть. Вот такая вот колода Cardis 3. Зашибись. Теперь Gemini. Вот такие вот картишки. Новая, самая новая версия Gemini. Есть три версии. Первая версия это у нас бирюзовая. Вторая версия красная. И вот эта синяя, вот самая последняя. Теперь Bicycle Lefty Deck. Вот такая вот колода Bicycle Venon. Такая черная с красным. Тут бы розочка, тут змеючки всякие. Ну, короче, прикольная. Jack, вот такая вот синяя. Красивая, классная, редкая. 2015 года. Arco с нового завода. Не со старого. Со старого есть, а это с нового. Если чу. Так, далее поехали. Честно, очень много карт. Поэтому давайте я буду пачками просто брать. Вот так возьму пачками, так и буду показывать. Чух. Touch от Origin. Крутая колода. Теперь поехали. Вот такая вот колода. Это называется Red Stripe. Значит, их было выпущено всего 2500 колод. Две в магазин. Одну себе. И до одной мы пока дойдем. Moco колода называется. Опять же, от чувака Гимини, который делает. Но единственное, что проблема. Колон Мако называется. И вот здесь вот так вот доставочка поиздевалась. Над, собственно говоря, колодой. Не знаю. Ну, как у Ценка, что ли, упадет. Либо себе забрать. Вообще хотел себе забрать. Ну, посмотрим. Опять же, Гимини. Гимини. Так, давайте дальше поехали. Следующая пачка карт. Следующая пачечка. Вот это. Вот давайте схватил я. Всего-навсего. Фонтейн, Кэрротс. Далее. Вот такая вот колода. Пифу. Вообще первый раз ее вижу. Карди Стрекон 2016. Шучу, это 17. Это у нас Краундек Блэк. Но тут оно, к сожалению, тоже чуть-чуть смят уголочек. А Блэк это, кстати, очень редкая версия. Прям вот очень редкая версия. А опять Гимини. Но эту я себе забираю, да? Нет, эту я себе не забираю. Я другую. Вот это очень редкая Артифайс Голд. Ой, не то, не то. Артифайс Блэк. Вот, точно. Блэк Клаб. Это одна из самых редких версий Артифайс. Когда, я думаю, вы помните обзор на простую версию. Артифайс Голд. И вот эту вот я говорил, что она еще реже. Так она и еще реже. Теперь у нас есть вот эта вот колода Хром Кингс. Ну, как же она называется-то? Я уже не помню. 2017 года. Честно, я забыл ее название. Ну, короче, это самая новая колода от этого чувака, который их сделал. Теперь вот такая вот Гимини. И вот эту я забираю себе. Вот колода нереально крутая. Байсикл Амбре. В чем ее прикол? Прикол ее в том, что вот это вот, если что, вы видите в окошках, это бока карт. Боковая часть карт. Это охренительно круто. Сама рубашка по себе вот такая вот с переливаниями. И там в чем прикол? Она будто бы сделана, так скажем, зеркальными красками. Вот. И было всего выпущено 2500 колод. И это колода 2118. Вот такая вот нереально редкая колода, которая называется Saturn Limited Edition. Это одна из самых редких колод Saturn. И самая редкая желтая. Потом идет, называется она еще желтая Bumblebee. Вот это вот она голубая. И она на втором месте по редкости. Дешевле 40 долларов найти нереально. Вот такая вот красненькая Saturn. Очень крутая. Были как бы не очень доступные карты. Но, к сожалению, не судьба. Они быстро раскупились. И они стали очень-очень редкие. Ах, я уже устала еще сильнее. Так, теперь поехали. Вот такая вот новейшая колода Brush. От чувака из Dealer's Grip. Dealer's Grip. Во. Это называется на Brush. И было всего 5000 колод. Но это типа одна из 5000. Уже складывать их некуда, блин. Далее поехали. Байсклорами. Резиночки сниму. Вот такие вот байсклорами со старого завода. Тоже как бы ценные вещи. Такс, 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 такс. Это у нас целая коллекция. Сейчас покажу вам коллекцию. Очень крутую. Будете в шоке. Арко с нового завода. У нас же снова, да. United States Plain Card Company. Но это не синяя пломба. Это, да. Одиннадцатый год. Вот такая вот колода Lux. Вся переливающаяся. Очень красивая. Далее. Вот такая вот Black. Black. Это у нас Cherry Casino 4. Black. Две вот такие вот колоды Fuego. Но, к сожалению, это были колоды по предзаказу. И их уже нет. Их даже отдельно вложу. Мистери Дек. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Вот такая вот Red Stripe. Это я уже себе забираю. Ай, нога отекла. Опять же, X7, кажется, она называется. Вот такая вот колода. Теселатус. Теселатус. Ну да, вроде так. Опять же, для Cardistry очень красивая. Вот такая вот Cardistry колода для Cardistry. И вот такая вот колода еще есть. Metal Deck. Очень красивая. Все такая переливашка. Прям вообще зашибись. Ну, опять же, я такую первый раз увидел. Вроде все из этого же, да? Да. И теперь смотрите, что ко мне пришло. Пришла ко мне целая коллекция. Целая серия игральных карт 8-бит. Я вам покажу, какие там еще плюхи с этими 8-битными пришли. Итак, начнем, наверное, с того, что есть у нас вот такой вот... Вот такая вот колода с вот такой вот подставочкой. Так вот, берете. Класс, да? Класс. Limited Gold Edition, вот если что написано. В чем прикол этих 8-битных колод? Если вы не в курсе, то это очень редкие карты. Они напечатаны на заводе United States Plain Card Company. И, собственно говоря, если бы вы жили в Америке, то дешевле 20 долларов вы бы просто не находили эти карты. То есть, например, вот в таком вот у нас есть... Как вот в таком вот кейсике карты. Это 8-бит. Далее вот такие вот 8-битные. Голубая ко мне пришла. Ну, синяя, точнее. Теперь поехали. 8-бит вот такие вот. Вот такие вот 8-бит. Это целая коллекция мне попалась. Я вам сейчас покажу еще приколюхи очень классные. Кассета. Кассета 8-бит. Представляете? То есть, тут с музычкой, которая использовалась 8-бит. Так. Теперь у нас вот такая вот Bicycle 8-бит. И вот такая вот 8-бит. Press Start Pocket. Какие-то карточки. Короче, это класс. Ну, я себе обычную, классическую такую оставлю в коллекцию. Ой, это еще потерялось Bicycle School Limited. А это у нас еще 8-бит. И опять 8-бит. И опять 8-бит. Далее поехали. Вот такие вот Bicycle. Вот такую я себе оставлю. Ну, я так понял, хочу себе синюю. 8-бит. Вот такая вот классная. Теперь, опять же, 8-бит. Опять же, это все целая-целая коллекция. И вот такая вот еще наклеечка очень редкая. Думал, я себе оставлю. Так, а ну погодите. Сейчас же еще те приколюхи я вам покажу. Которые здесь идут. Итак, первое. Вот такие вот шарики. Тьфу, блин, шарики. Кубики. Игровые кости. 8-бит. Теперь, вот такие вот в маленьких-маленьких пакетиках золотые слиточки в виде джойстика маленького пресс-старт. И, короче говоря, опять же, 8-бит. Их у меня много. Раз, два, три, четыре. Ну, чтоб 10, наверное. Да нет, еще больше. Тут их много. Поэтому хватит всем. Я себе обязательно оставлю несколько. И плюс еще. Как вы думаете, что это? А это вот такие вот керамические фишечки 8-бит. Давайте мы сейчас попробуем прямо вблизи зафокусироваться. Ну, конечно, все у нас справляется. Вот такие вот фишки 8-бит. Просто обалдеть. Целая коллекция вышла у меня. Хоть бери и не продавай это все. Ну, это керамика. Прямо вот настоящая. Знаете, как в покере так кидают фишки? Они так и делают. Так, вот эта вот керамика. Класс, класс. Я даже не удивлюсь, если она внутри с металлическим стержнем. Как это мне когда-то там рассказывали, ребята. Что самые профессиональные, это когда внутри с мини-такой металлической пластинкой идут. Это у нас коллек... Да, коллектор с чип. Вот. Если что, надпись такая. Коллектор с чип. Все, ребята. Все, наконец-таки мы закончили это дело. Мы закончили обзор вот этого громаднейшего завоза. Самого крупного завоза за всю историю моего магазина. Давайте-ка я вам покажу, сколько тут карт. Ну, просто тут их не поднять. Если я сейчас буду поднимать и дальше коврик, мне кажется, он треснет. Потому что там внутри пенопласт. Вот. Это я себе забираю. Что в итоге мы имеем из вот этого всего завода? Завода. Завоза. Кучу классных колод, которые я буду добавлять, наверное, день целый. И если вам что-то из этого понравилось, понравилось, можете сразу писать через обратную связь. Потому что бывает такое, что я добавляю, добавляю, а потом через 5 минут мне люди пишут и говорят, я покупаю то-то-то. Поэтому сначала я загружаю вот это вот видео, а потом начинаю постепенно добавлять эти карты. И если вам что-то из этого понравилось, но его нету в сайте, тогда пишите название в комментарии. Чтобы я в первую очередь загрузил именно это. Либо вообще уже не загружал, если вы это покупаете. Короче, все. Всем спасибо за внимание. Вот эти вот карты, которые я ставил себе. А это Bicycle 8-bit. Вот такая вот Red Stripe. Gimini. Плюс Madison Confession из 4 колод. Плюс еще 3 колоды Knockout. Knock Sport салатовая. И Knock Sport розовая. Вот это все, ребятки, я забрал себе. Я думаю, мы будем снимать реально отдельное видео на все. А, еще и Squizers я себе забрал. И еще забрал вот такой вот браслет. На браслет вообще будет отдельный обзор. Что по поводу вот этих вот карт, которые я вам только что показал. Это, ребятки, точно будет обзор в следующем видео. Потому что 30 минут завоз. 30 минут завоз. О, боже. В общем, все, ребятки. Если вы досмотрели до этого момента, если у вас хватило сил, просто напишите смайлик в комментариях. И я просто обалдею. Какой молодец. Я уже устал спина болеть. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok